Будний день, дневное время, старая многоэтажка. Идеальное поле деятельности для работы мошенников. Молодежь уходит на работу, пенсионеры остаются одни, беззащитной и доверчивой. И кто только к ним в гости не приходит. Лжецелители, недобросовестные продавцы бытовой техники и посуды. Недавно в двери орловчан все чаще стали стучаться работники газовой службы. Ненастоящие мошенники. С легкостью и без опаски впустил в квартиру злоумышленницу и Леонид Мухин. Пенсионер всегда считал себя очень разумным человеком, не способным попасть ни в какую сомнительную авантюру. Я спокойно открываю дверь. Стоит женщина в синей такой униформе, в годах. Здесь у нее табличка с данными, сумка через плечо в руках, бумаги и какой-то прибор на штативе. Знакомые, да более картину. В советское время вот так ходили из газовой службы женщины, проверяли газовое оборудование. Так и в этот раз, рассказывает Леонид, пришла незнакомка, якобы проверить, все ли в порядке с газом. Все в порядке. Вы знаете, у меня к вам неприятные новости. Я говорю, что такое. Из Москвы, говорит, нам поступило сообщение, сырое распоряжение немедленно во всех живых помещениях установить приборы, улавливающие утечку газа. Далее еще получасовая обработка жертвы. Рассказы про взрывы, про штрафы за неисполнение поручения правительства. Мозг пенсионера затуманен. Цель почти достигнута. Можно приступать к вымогательству денег. И сколько это стоит? И она называет какую-то, я не запомнил, сумасшедшую цифру. Я говорю, да вы что, у меня нет. Я говорю, у меня нет таких денег. Женщина успокаивает. Есть аналог, намного дешевле, но по качеству ничуть не хуже. Да еще и по доброте душевной скидочку предоставит. Вы пенсионер? Я говорю, пенсионер. А не ветераны? Я говорю, ветеран трудный. О, говорит, вам повезло. Для ветеранов у нас льгота. Вы представляете, говорит, вот она только на три недели, эта льгота. Шесть тысяч. Для нашего героя сумма большая, половина пенсии. Но мнимый работник газовой службы уверяет, жизнь дороже, надо брать. Достает чудо-прибор для обнаружения утечки газа, рассказывает о всех его преимуществах. Тут у меня вроде появились сомнения. Я говорю, приборчик-то копеечный, за него платить шесть тысяч. Она ля-ля-ля, да, это новая разработка, по виду нельзя судить. И он начинает вот рассказывать, как им пользоваться. Вот так вот вставляете. Вот загорается. Тут вот все написано. Вот сюда его надо на полтора метра закрепить. В общем, поддавшись на провокацию, Леонид Мухин оказывается в ловушке. Отдает деньги. Она буквально выхватила у меня деньги и бегом в дверь. И тут я начал просто подумать, что произошло. Действительно, как после сна. Она настолько мне задурила голову. Я сразу взял телефон дочери, звоню, говорю, так и так. Она говорит, да это мошенница, да что ж ты делаешь. Недолго думая, пенсионер выбегает в подъезд, пускается по порожкам вниз и застает продавца на первом этаже. И мы с ней вот здесь столкнулись. Она выходит из 129-й квартиры. Я ей прибор подаю, говорю, верните деньги. Она, нет, никаких мы не возвращаем. Соседка выглянула в дверь, ее провожала. Соседка схватила за голову, ой, она все поняла. Ее тоже так же охмурили. Деньги возвращать та отказывается. Пенсионер принимает решение вызвать полицию. Потом соседка вышла встречать полицейскую машину. Мы с ней остались одни. Тут уж она заверела просто. Полиция написал заявление, оставил просьбу вернуть деньги за ненужный товар. Мы узнали, сколько такой прибор стоит на самом деле. 1400 рублей. Вот вам и выгода. Более 400%. По данному факту, сотрудниками отдела полиции номер 3 по Северному району МВД России по городу Орлу проводится проверка. В настоящее время истребованы документы на товар, приобретенный пенсионером. Как правило, распространители данных приборов имеют статус зарегистрированных предпринимателей и все необходимые документы на товар. В тандеме с полицией в таких случаях стоит обратиться и в Центр защиты прав потребителей. Но схема хитрых предпринимателей уж слишком продумана. К сожалению, помочь потребителям вернуть товар в случае надлежащего качества, подчеркиваю, надлежащего, невозможно. Есть определенный список товара, на который не распространяется право потребителя на возврат, обмен товара в случае надлежащего качества. Вывод один. Быть внимательнее, не открывать дверь посторонним людям. Тем более, ничего у них не покупать. Дешевый сыр бывает только в мышеловке. Алина Лагутина, Олег Фомин, Телеканал Первый областной.